Современная Испания – это невероятной красоты природный ландшафт, страна карнавалов и сражений с быками, где готовят вкуснейшие блюда и винные напитки, которые являются неотъемлемой частью традиций и славятся как одни из лучших на планете. А еще Испания – страна третья по размеру в Европе после Российской Федерации и Франции. Государство комфортно расположилось на юго-западной стороне Европы, которая занимает большую часть Пиренейского полуострова. Площадь государственной территории составляет 504 782 квадратных километра. По карте протяженность государственной территории с северной части к южной 840 километрам, с востока на запад примерно 1000 километров. Испания омывается с южной и восточной стороны Средиземноморьем, на западной – водами Атлантики, а на северной стороне окружает Бискойский залив. Территориальная часть страны включает в себя Балиарские острова в Средиземноморье, Канаре и в Атлантике несколько полуостровных территорий. Граничит государство рядом с французской, португальской, марокканской и гибралтарской территориями. Крупные города – Мадрид, центр, столица – Барселона, Валенсия, Аликанте, Севилья, Сарагоса, Малага, Лас-Пальмас, Мурсия, Пальма, Бильбао, Валидолит, Кордова. Название Испания неполное. Испания – официальное название страны имеет двухсловное «Королевство Испания». Это республика. Форма правления здесь – конституционная монархия. Валюта Испании – евро. Испанское время точное отстоит от московского на два части Испании. Часовой пояс имеет плюс один час по Гринвичу. Сколько время в Испании в 2018 году можно уточнить онлайн. Зимнее время в Испании обычно проходит быстро, климат мягкий. Зимой столбик термометра не опускается ниже плюс 8-10 градусов, а иногда поднимается до плюс 16-17 градусов. На Тенерифе зимний период – время карнавальных шествий. Горы, которые протянулись вдоль берега, ограждают от влияния морских вод. Климат переходит в континентальный по мере удаления от берега. Зимой можно съехать на лыжах по скоростным горным трассам или сходить в интересные лыжные походы, прокатиться на коньках или пробежать на лыжах по лесу, а также многое другое. В весеннее время открываются пляжи известного курорта. Испания – это километры белого и чистого песка, кристальное море и ласковое солнце. Летняя пора покойная, тихая, практически не тронута природой. А тем, кто любит клубы и активно отдыхать, рекомендуется отправиться на Ибицу, где сочетается отдых на морском побережье с изобилием ярких развлекательных и экскурсионных программ по провинциям завораживающей и удивляющей страны. Для въезда в страну нужен «Шенген» или обычная виза, следует обращаться в визовый центр. Андалусия, Испания Испания – это богатая природа, поражающая изобилием красок. На территории больше 400 природных заповедников. В Испании произрастает больше 900 разновидностей растительных культур, из которых более половины вечно зеленые. В лесных зонах можно встретить больше 368 разновидностей пернатых, из них в испанских горах примерно 25 видов хищников, в том числе, красный коршун, сип белоголовый, вымирающий орел-могильник. Северо-западная фауна близка к среднеевропейской, в лесах данных районов реально видеть множество диких и редких животных. В других испанских районах можно наблюдать представителей фауны с северо-африканского континента. Недалеко от Гибралтара обитают единственные на европейской территории представители обезьян – макаки. Водный мир также богат разными обитателями. Испания зимой многим будет интересно, какой язык в Испании. Язык принадлежит к романской группе, произошел от народного латинского, который принесли завоеватели Рима в III веке ДНЭ, в действительности, испанским, называют наречие Кастилии, центральной части страны. Испанский язык разнообразный, включает в себя множество диалектов. Плавные звуки Андалуссии абсолютно не походят на звонкую дробь жителей Мадрида, очень сильно различаются от языков – каталонского, баскского, галисийского. Интересно, благодаря испанским покорителям Марии и конкистадорам, национально-испанский, как факт, один из самых актуальных языков, который является официальным для 21 страны мира, став родным больше, чем для 400 миллионов людей. Бургос, Испания, Испания – страна с богатой историей, которая сохранила большое количество известных архитектурных памятников. Первые признаки поселенцев на территории появились еще 25 миллионов лет назад, именно об этом сообщают древние рисунки на скалах, которые были найдены в пещерах Альтамира в Кантабрии. Но ученые все-таки считают, что появление оседлого образа жизни Испании связано с приходом иберов, выходцев с североафриканского континента. Огромной загадкой испанской истории остается образование и исчезновение Тортесса – одного из богатейших государств эпохи Бронзового века. Найти Тортессас не получалось ни у кого, некоторые считают, что город располагался на островах в Гибралтаре, другие отмечают, что он лежал на юге Испанских берегов, на побережье Атлантического океана. Есть версии, что город – часть известной во всем мире Атландиты и вместе с ней канул в века, уйдя на дно во времена геокатастрофы. В начале нашей эры современная испанская территория стала частью Великого Рима, могущество которого продолжалось примерно 500 лет. Унаследовали от этой эпохи испанцы огромное количество невероятной красоты, триумфальных арок, памятников античности, амфитеатров. Позже часть земель завоевали вестготы, аланы и вандалы, которые создали небольшие королевства. В 711 году городе территорию отвоевали арабы и включили ее в свой халифат, который со временем развалился на несколько государственных территорий. Это историческое время характеризуется бесконечными военными действиями. В начале 12 века стартовала реконкиста, что переводится, как «отвоевание». Так, христианские королевства, которые объединились, завоевывали власть над всеми землями исламского мира, освободив находившихся под гнетом ислама христиан и переманив на свою сторону новых сторонников. К концу 15 века ситуация стабилизировалась, короли начали снаряжать суда, искать и завоевывать новые территории для большей власти. Основа испанской колониальной империи заложилась после мореплаваний Колумба в 1492 и открытия нового света. Данная политика Испании стала успешной, новоизбранный король Испании Карл I стал императором Священной Римской империи, страны, превращающейся в мировую державу под руководством сильного и влиятельного монарха. Но могущество оказалось быстротечным, вскоре после победы Англии над испанцами Испания утратила часть своих колоний, что спровоцировало упадок в стране. Используя данную обстановку, влиятельные испанские династии начали бороться за власть. В течение 500 последующих лет Испанию опустошали войны, борьба за испанское наследство, наполеоновские войны XIX века, карлийские войны XIX века. В трагедии XX века стала ужасающая гражданская война, которая разделила Испанию в конце 30-х годов на два враждующих лагеря. Она стала причиной 40-летней диктатуры генерала Франко. И только в 1947 году страна объявлена королевством, но престол был свободен, находясь под регентством Франко. Своим преемником он назначил принца Хуана Карлоса Ай, это и стало причиной демократических преобразований. В 1978 году начинает работать новая конституция, которая ограничила его власть и закрепила устой демократии. С 80-х годов Испания является членом Евросоюза и НАТО. Флаги Испании претерпевали изменения. Описание действующего следующее, состоит из трех горизонтальных полос, два равновеликих красных, верхней и нижней, между которыми располагается желтая полоса шириной в два раза больше каждой красной полосы. На желтой полосе, на расстоянии 1 треть от края древка полотнища располагается герб Испании. И это, конечно, не все об Испании исторической. Коренное население – боски. Испанцы – энергичный, шумный, доброжелательный и непредсказуемый народ. Основное слово в лексике у жителя Испании – маньяна. Что значит «завтра» или «послезавтра», или «в будущем месяце», или «в следующем году», или «когда-нибудь», или «никогда». Семья у Испанца на первом месте, женщина и мужчина вступают в брачный союз приблизительно в 30 лет, но строить свою семью они начинают чуть ли не со школьной скамьи, подбирая первого жениха – невесту. Перед тем, как жениться, испанские пары встречаются по 10-15 лет, вместе строят планы на будущее, приобретают жилье, накапливают капитал на семейные нужды. Многие испанцы ожидают, когда им будет 65 лет, чтобы выйти на пенсию и наслаждаться жизнью. Испанские пенсионеры-весельчаки, у них крепкое здоровье и огромное желание наверстать упущенное, они выглядят великолепно, планируют экскурсионные туры, знакомятся с достопримечательностями, устраивают сиесты и встречи. Славится страна хорошим футболом, здесь проходил ЧМ. Животное – символ Испании, бык. Это первая ассоциация со страной. Яркая Испания, религия тут такая же разнообразная. Сегодня у испанцев свобода выбора вероисповедания. Какая вера в Испании сегодня? В Испании вероисповедание предпочтительное – католицизм. Также в Испании более 300 тысяч мусульман. В выходные больше 80% испанцев отдыхают на территории страны. Наиболее востребованные места отдыха местных располагаются на Иберийском полуострове, в Каталонии и Андалусии. Также часто посещают Аликанте, Салоу, Сабадель, Майорка. Невероятно актуальна корида. Местные и приезжие любят праздничные мероприятия и отдыхать. Поэтому, если праздник выпадает на вторник или четверг, совсем неудивительно, что выходные будут продлены и на работу испанцы в понедельник или в пятницу не выйдут. Местные обожают шумные и веселые компании. Чтобы отдохнуть хорошо, испанцу надо ощущать себя в гуще событий. Особенно они любят веселиться в те дни, когда специальные службы не советуют этого делать во время обильных снегопадов и нескончаемых дождей. Семьи отдыхают на побережье, при этом основным атрибутом отдыха является громкая музыка и мясные продукты. Также ставят огромную палатку, в которой семья из 22 человек могла бы спрятаться от шторма. Также испанцы любят вечерами собираться на террасе у дома и разговаривать обо всем на свете. Несколько интересных фактов об Испании. Испания переводится как «земля кроликов», выходя замуж, женщины не сохраняют свою фамилию, а детям присваивается первая фамилия отца, за которой идет первая фамилия матери. В конце прошлого столетия муниципалитет Мадрида принял историческое решение снести исторический мадридский центр, который не соответствовал великой столице и тормозил ее развитие. Поэтому почти весь современный город выстроен в 19-20 м веках. Из оригинальных памятников Мадрида выделяется символ дьяволу, падший ангел, который красуется в парке Ретира, Севилья, родина известного Дон Жуана, цирюльника Фигара, Страстной Кармен. Здесь родился Сервантес, Гоя, Лопе де Вега, Кальдерон, Мурилио, Пикассо, Веласкес. Также отсюда уходили Каравелла и Колумба, Магеллана, ими открывались новые земли мира. Что привезти из курорта? Опытные путешественники советуют купить бурдюк, бутылка для вина из кожи, испанское бренди из Херес де ла Фронтера, винные напитки из Риохи, кава, испанское шампанское, из Каталонии и астурийский сидр, натуральное масло оливы, шафран, приправу, эл-хамон, сыровяленый свиной окорок. Плакат из Кариды. Особенно популярный в Севилье, плакат является копией подлинной афиши, где среди имен Тореадоров вписано имя покупателя, меч из Толеда, испанский веер, диски с фламенко, футболки, кукоксумусу. Нет разницы, какую вещь привезти, но что-то купить на память полезно, ведь, глядя на сувенир, мысленно можно вернуться в Испанию и пережить бурю невероятных эмоций. Путешествие в Испанию запомнится надолго, поездка позволит подробнее познакомиться с местными традициями.